Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сейчас у вас на экранах Шерман Лозы или Лозы, ну вообще, насколько я знаю, это Шерман Лозы. И почему показываю именно данную машинку? Мы её сегодня выкатим из ангара для того, чтобы посмотреть, что она собой представляет в бою, хотя, поверьте, в бою особо ничего она из себя не представляет, это просто спойлерочек забегая наперёд. А смотрим мы на неё по одной простой причине, потому что сейчас у вас на экранах должно появиться предложение за Real Money. Оно выглядит следующим образом. ФЦМ-50Т, ВК-4503 и Шерман Лозы, которые можно приобрести за 5000 золота. К ним идут три легендарных камуфляжа на каждую из этих машин, открытое оборудование на три машинки, ну и, соответственно, три слота в ангаре. Вроде бы, как бы, предложение вкусное, но давайте будем говорить откровенно. ФЦМ-50Т, хлам хламом, это моё субъективное мнение, кто со мной не согласен, пишите обязательно в комментариях. Ребятам, которые пытаются принять для себя решение покупать или нет, ваше мнение будет однозначно интересным. Я несколько раз играл на ФЦМе, ну как, каток 10-15, не больше. Дали покататься и, честно говоря, я не получил никакого удовольствия. Картон картоном играется хреново. Абсолютно дохлая машина в бою, ничего не решает, как правило. Тебя постоянно разбирают. Ну, короче говоря, мне не понравилось абсолютно. Что касается Шермана Лозы, сейчас выкатим, посмотрите своими глазами, что машинка собой представляет. Ну и, честно говоря, из всего этого набора самое годное это ВК-4503. И то его тоже довольно не кисло в боях разбирают, особенно если он попадает против восьмерок. А против восьмерок, насколько я знаю, он попадает довольно часто. Потому что именно играя на восьмом левеле, я довольно часто эту машинку в свое время встречал. Я имею ввиду те периоды, когда ее выставляли на продажу. Пока мы с вами говорим, я сразу запрыгиваю в бой и будем продолжать обсуждение набора. Смотрите, за 5000 золота вам предлагают три машины. Шестой левел, седьмой левел. И, ребят, премиумный танк восьмого левела. А не кажется ли вам, что ценник какой-то сильно маленький? И не кажется ли вам, что если вы собираете свою кровную голду, то покупать надо действительно что-то стоящее? Ну вот, допустим, будем говорить откровенно. Вот ссылочка, вот ссылочка на леву, которого продавали за 5,5 тысяч золота. То есть на 500 всего лишь голдишки дороже. Да, это не три машины, это одна. Но машина-то годная, машина, которая что-то может. Вот вам ссылочка на Кейлера, который очень похож на того же Леву. Его продавали за 6,5 тысяч. Вот вам ссылочка на Action X. И он, да, безусловно, существенно дороже, чем этот наборчик. Но это тоже восьмой левел, ребят, прем восьмого левела. Я просто к чему говорю, что если бы эти машины действительно были годные, но поверьте, не продавали бы набор из трех штук за 5 тысяч золота. Вы со мной согласны? Я думаю, что согласны. Так вот, ребят, давайте воздеремся к тому же Шерману, Шерману Лозы. Шерман Лозы это крайне, крайне картонная машина. С довольно-таки посредственной, я бы сказал, подвижностью. Хотя, как для средняка, наверное, все-таки едет бодро. Просто хотелось бы, чтобы в нем было, ну, что-то выдающееся. А выдающееся в нем, к сожалению, ну, наверное, разве что КД. Опять-таки, КДшка, ну, честно говоря, вот сейчас на продаже за 5 баксов, а это в переводе те же самые 5 тысяч золота, продается ФВшечка. Так вот, ФВшка мне, честно говоря, заходит куда больше. Вот сейчас, смотрите, против семерки, вообще, как бы, ну, бестолково, даже голду включив, я реально не могу, ну, ничего выцелить в этой машине полностью. Да, я понимаю, что это СМВ, у которого броня крутая там и так далее, но у него реально вообще нет ничего, просто ничего серого для меня. И мне против него, соответственно, бороться, ну, очень-очень сложно. Что касается, в принципе, игры на данной машине, мне на ней играть стрёмно. Говорю откровенно. Почему стрёмно? Потому что сейчас на 225 в меня влетело вообще просто со свистом, что называется. И мне, честно говоря, вот такая игра очень сильно не нравится. Я не люблю машины, на которых я не могу позволить себе ровным счётом ничего. Не выехать на кого-то, не потанковать, не попадаться. То есть я реально должен на среднем танке отыгрывать, как на ПТшке, стоя где-то в кустах и пытаясь там вот просто не попасть под раздачу. По точности орудия. В целом я бы сказал, что орудия точные, орудия прикольные. И, наверное, ну, если бы у неё была чуть-чуть выше циферка по пробитию, орудие было бы просто таким приятным на все 100%. Но ни одним орудием ты будешь сыт в бою. Потому что если тебе приходится постоянно где-то хорониться, постоянно бояться попасть в прицелы, ну, игра представляет собой уже не фан и веселье, а какая-то игра на выживание получается, которая лично мне, допустим, удовольствия абсолютно не доставляет. Вернёмся к другим машинам, параллельно катая эту. Как я уже сказал, ФЦМ, допустим, тот же самый. Никогда я его катал, никогда я встречаю его в боях. Вот вам, пожалуйста, я сейчас вижу крушителя того же самого, да, у себя в прицеле. И понимаю, что крушитель для меня тоже, я бы сказал, очень запретный плод. Фиг пробью, что называется. Так вот, ребят, возвращаясь к ФЦМу. ФЦМ машина вообще, ну, на сегодняшний день уже никакая. В своё время, да, когда это было, Эндок, лет 6-7 назад, когда ФЦМ только появился, а это один из старожилов премтанков в игре, да, машина игралась бодренько, машина игралась весело, и можно было действительно на ней получать удовольствие. Но на сегодняшний день, с учетом того, что есть ряд машин проходных этого же левела, которые играются гораздо веселее, которые перезаряжаются чутка получше, ДПМчик повыше имеют, броню имеют, в конце концов, хоть какую-нибудь, пускай даже для СТшки, то я бы сказал, ребят, что ФЦМ, как бы, занимает в этом наборе третье место, ну, соответственно, давайте скажем, первое место, но с конца. Мы победили, но абсолютно не благодаря нам, хотя определенного рода вклад мы, безусловно, на Шермане Лозы сделали. Но покупать набор исключительно ради, не знаю, того же Шермана Лозы, я бы не рекомендовал. Если вам нравятся эти машинки, которые там еще находятся, вы их встречали в бою, они производили на вас впечатление, почему бы и нет? На меня, честно говоря, этот набор не произвел впечатления вообще никакого. Ну, 1416 единиц, один уничтоженный товарищ. Я получил, ну, довольно-таки неплохой фарм в виде 51 тысячи серебра округляя, но это с учетом према, без учета према 33 тысячи. В целом, для шестого левела, согласитесь, довольно неплохо. Но поверьте, не все вы бои будете на Шермане так отыгрывать. Второе место в команде по урону. Тоже может быть и неплохой результат, но по большому счету довольно неплохой результат, только потому, что вот эти вот товарищи отыграли существенно хуже, чем мы. Если бы они нормально держали планку, я думаю, что они бы и выше могли подняться, да? Тот же самый, не знаю, Джину или Зуну, как там он правильно называется, ну, накинув бы два шота больше, и вполне спокойно бы мы уже были на третьем месте, а не на втором. Короче говоря, ребят, говорю к чему, что, как я уже говорил, наверное, самое годное в этом наборе это ВКшка, но ВКшку тоже разбирают. У нее есть какая-то броня, классная броня, плюс-минус в башне только есть. И, честно говоря, на этом история заканчивается, потому что там 195 с учетом приведенки, 175 без нее. А что касается, ну, морды и лица, так там 125 и 185 приведенка в верхнем бронелисте, а в нижнем бронелисте 100 единиц. Поэтому, ребят, как бы бьется он и спереди, ну, а по бокам там вообще картонный, 80 миллиметров, танцуй как хочешь. Так вот, ребят, наборщик за 5000 золота, вот чисто что называется по приколу, чтоб танки в ангаре были. А реально вы на этих танках не будете ни нагибать, ни сурово фармить, ни, там, не знаю, держать средний урон, если вы статист. Ни в коем случае вы не сможете высокий уровень там побед какой-то иметь на этих машинах. Ну, а живучесть у данных машин вообще оставляет желать исключительно лучшего. Это было мое скромное субъективное мнение и честно показал вам Шермана Лозы, ту машину, которую я имею у себя в ангаре. Я не агитирую не покупать данный набор, просто высказываю свое мнение, что я не готов разменять, допустим, свою золотую копилку накануне новогоднего аукциона, которого все мы ожидаем, ради этого набора из трех, по моему мнению, абсолютно ни на что практически негодных транспортных средств в данной игре по состоянию на сегодняшний день. Если вы за честные обзоры, вот так как я сейчас показал Шермана Лозы без прикрас, пожалуйста, по желтому шильдику вот здесь вот внизу подписывайтесь на мой канал, возвращайтесь. Я стараюсь ради вас и обещаю отблагодарить вас исключительно честными обзорами на технику и товары в магазине. И никогда не буду вам рекомендовать то, что по определению может вас расстроить, ну, либо не доставить вам того количества удовольствия, на которое вы можете рассчитывать, посмотрев на обзоры именитых ютюберов, которые расхваливают прям все-все-все. И вам обязательно необходимо приобрести ну, прям каждую машину, которая продается на данный момент в магазине данной игры. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего вам мира, ну и обязательно спокойствия.